Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации. Спасибо огромное, что нашли время для встречи с нами. Встреча наша посвящена тому, что у нас планируется визит Святейшего Патриарха Московского Исиаруси Кирилла. Это будет проходить 28 июля текущего года. Могу сказать, что за всю историю Орловской области это впервые Патриарх посетит великую намоленную Орловскую землю. Для нас это очень грандиозное, очень серьезное событие и огромная ответственность для каждого из нас. С нетерпением ждем его визита. Нам есть что показать Патриарху, нам есть что рассказать о том, чем и как живет Орловская область и убежден, что Патриарху у нас понравится. Дата эта непростая, государственная дата. День крещения Руси и день памяти святого великого князя Владимира. То есть Патриарх выбрал не какой-нибудь город, а город Орел в канун его 450-летия. Это еще подчеркивает то, что уровень подготовки и той ответственности, которая лежит на нас, на всех жителей региона, очень высок. На данный момент, и исторически так сложилось, что органы государственной власти, органы местности, мы очень плотно и позитивно работаем с нашим митрополитом, с нашим уважаемым митрополитом Антонием, владыкой Нектарием. Друг друга поддерживаем, по всем понимаем. У нас нет никаких спорных моментов. Мы все делаем сообща, знаете, с Божьей богословением, с Божьей помощью, как говорится. Поэтому жизнь у нас на Орловщине продолжается. Регион, как бы сложно ни было, он развивается. Показатели у региона с точки зрения и экономического составляющих, и социального составляющих. Они стабильные, а экономические показатели по некоторым направлениям у нас, несмотря на сложность и ситуации, все-таки растут. Более того, 28 июля мы хотим с позволения патриарха присвоить звание почетного гражданина Орловской области отцу Илья. Это духовник нашего патриарха. Знаете, я с отцом Илью, мне так в жизни повезло, могу вам признаться честно, что имею такую возможность чуть ли не ежедневно с ним общаться, если не воочию, то в телефонном режиме, но как минимум через день. Думаю, что вы знаете, о ком я говорю, это общеизвестный человек, да. Называют его святым. Святым при жизни, да. Поэтому мы с отцом Ильем взаимодействуем. Я хочу сказать, что вот меня Орловщина наградила вот этим знакомством. Меня наградила она знаком с отцом Ильем и с митрополитом Антонием, потому что я верующий человек, несмотря на партийную принадлежность, это относится абсолютно спокойно. И вам с уверенностью могу сказать, что сегодня партийная принадлежность, она никак не отражается на человека верующего или неверующего, она не мешает. Так вот, я бы хочу сказать, что на Орловщине настолько намолена земля, а тут еще отец Ильи. Я с ним дважды был на Афоне, я видел, что такое молитвы, что такое Афон. Для меня это мои особые впечатления, поэтому передать их словами невозможно. Там кто не был, рекомендую, ну там могут быть только мужчины, поэтому у кого не было такой возможности, надо там обязательно побывать. По-другому на все будете смотреть. Значит, мы 28 июля, сейчас повторяюсь, хотим сделать отца Илья почетным гражданином Орловской области. Я счастлив, что имею возможность лицезреть непосредственно его святейшую, святейшую патриарху Кириллу, уж с которого надо нам всем брать пример, как истинного, как человека, истинного патриота России, который соблюл глубочайше искренне веру православную. Вадим Владимирович, вы уже, вы же рассказали о строительстве храмов в поселке Ильяцкий фасад. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, и почему вы лично решили курировать объекты, по какой он был в стадии, когда вы увидели храмы. Там были тоже разногласия по поводу строительства этого храма, и даже были такие прецеденты, когда было определенное место, был поставлен крест, потом этот крест находили. Не нашли, кто это сделал, и объективно говоря, не очень сильно искали, потому что, наверное, и нет в этом необходимости. Это так язычников, они же есть, вот знаете, дышут этим духом язычства. Крест вырвали, мы его нашли, да еще меня не было, а прихожане нашли его возле речки. Почему я взялся? Ну, во-первых, это по благословению митрополита Антония, и это мечта и благословение отца Ильи. Это его мечта? Простите, я этот крест взял себе в храм, и он целый год стоял в храме у меня. Чтобы ничего с ним не произошло. А потом, когда весна наступила, что-то так как-то отец Ильи все это как-то съездил туда, благотворил, все так пошло хорошо. Крест стоит. И был написан проект этого храма нашей Орловской компании, и мы приступили к строительству. Получили все необходимые согласования, разрешения и так далее, и так далее, и приступили к строительству. Значит, храм это строится исключительно за пожертвования, там нет ни одной копейки бюджетных средств, ни одной копейки. Темпы строительства очень высокие. Еще раз говорю, это все не передать, не рассказать, это надо поехать посмотреть. Какой-то объект, какой-то крупный православный центр в Орловской области и в целом в Центральном федеральном округе. Я убежден, что он не будет единственным. Есть такие православные центры, но то, что строится в Орловской области, это такая, знаете, будет визитная карточка нашего православия в Орловской области. Там будут или местные мастерские. Для чего? Чтобы мы детей приучали к определенной работе, понимаете, чтобы они знали свою историю. Там будут преподавать историю государства российского, историю всех периодов становления российского государства. Мы должны в конце концов создать центр, где будет говориться правда. Мы же с вами бьемся за историческую правду. Мы добиваемся того, чтобы не позволять никому переписывать историю великой победы советского народа над фашистской Германией. Но сегодня это происходит. Сегодня, если я вот недавно на предыдущей пресс-конференции говорил, страшные соцопросы, которые прошли в целом по миру, убеждены жители Европы, что Великую Отечественную войну выиграли Соединенные Штаты Америки. Убеждены просто. Это факт. Это уже более 60% об этом говорят. Население Японии, более 82% говорят о том, что бомбу на Хиросиму и Нагасаки сбросил Советский Союз. Мы уже, мы доигрались. Мы позволяли, веками позволяли переписывать истинно русскую историю. Как наше государство зарождалось, кто это государство собирал, кто сделал все, отдал свою жизнь для того, чтобы Россия существовала в сегодняшних границах. Кто сделал так в свое время, чтобы с Россией считались. И я считаю, что создание таких православных центров, когда мы и центры такие создаем, когда мы детей приучаем к своей вере, когда они ходят в храмы, когда они причащаются, когда они элементарно несколько раз в день читают молитву «Отче наш». Это идет только на пользу. Я могу сказать, из своего опыта. Это надо делать. Надо быть с Богом. И надо бояться Божьего суда. И тогда все в жизни будет получаться. Если идти по жизни без Бога, можно далеко не уехать. Можно реально запутаться. Можно заблудиться. Вот я хочу... Почему я его курирую? Я хочу, чтобы это было достроено. Я хочу, чтобы это было красиво. Я хочу, чтобы это было место, куда будут переходить и жители Орловской области, и города Орла, и гости нашего региона. Чтобы они это видели. И чтобы на нашем примере таких православных центров в России появлялось как можно больше. Как можно больше. В доказательство тому недавний визит на ВЛАМ нашего президента. Всей стране было показано. У нас верующий президент. И эта вера помогает. И вера сегодня ему помогает находиться именно в том положении, в котором сегодня Россия... Она не стояла на коллегах. Но сегодня Россия и крепнет. Благодаря вере. Что бы кто ни говорил. Она крепнет. Благодаря вере. И я вам еще одну вещь скажу. Если бы советская власть не запрещала бы веру и не вводила бы идиотизм атеизма, советский союз не развалился бы никогда. Прекрасно. Это было бы самое великое и могучее государство на планете, и оно бы только крепло. Именно запрет веры привел... Это был раскол. Заведомый раскол, который заложили во время создания государства. Атеизм уничтожил Советский Союз. Так вот, чтобы Россия наша крепла и процветала, мы должны вернуться к своему сроку, к своей вере. И детям своим это доказывать и показывать. Своим примером. Не показывать кого-то. Не исхудожить своим примером. Тогда все будет нормально. Я курировал, курирую и подмерю возможности. И дальше буду курировать. Смотря за тем, что это православный центр был... У меня полное убеждение, что это произойдет. И мы надеемся, что в 2017, в начале 2018 года, весь объем построительства закончен. Объем пожертвований, я вам хочу сказать откровенно, орловчан, гостей нашего региона, абсолютно позволяет этот объект достроить. В полном объеме. Господин губернатор, я хочу и даже во всеуслушание свое предложение озвучить. Создавая вот этот центр для детей наших, для того, чтобы возвращать детей и внуков тех, кто разрушал храм и так далее, чтобы возвращать в лоно действительно подлинно настоящей российской жизни. Для этого, поскольку пока еще такого ажиотажа нет вокруг поступления в то, что вы предлагаете, на первом этапе я бы просил вас просто так посмотреть, продумать вопрос о том, чтобы нашу гимназию, которая находится в монастыре, это не очень полезно, ну что в монастыре там, перевезти вы ее туда. Это мы с вами обсудим, Владыка, как скажете, это, конечно, как вы с вами... Это отцу Илью... Да, мы уже, слава Богу, мы с вами, возможно. Я вот даю такое... Вот давайте двадцать и патриарх будет, и мы с вами все договоримся. Пожалуйста. Как возникла эта идея по установке камерника? Все-таки фигура достаточно запомнена с большей жестовостью, чем добрая длительница? Можете пояснить? Идея одна, и она основополагающая. Устанавливается памятник основателю города Орла в честь 450-летия города Орла. И на этом точка. У него есть положительные моменты, и есть много отрицательных моментов. И это из истории не вычеркнуть. И я не собираюсь историю переписывать. Но я знаю, что я сегодня живу в городе и управляю территорией и регионом, который основал Иван Васильевич Грозный. И если бы он его не основал, сегодня не было бы ни этого города, возможно, не было бы и других городов Российской Федерации, потому что это была южная крепость на поступках к Москве. Там, где были остановлены полчища, пытающиеся напасть на Москву и ее разорвать. Победа его в Молодях над Давлетом Гиреем, ее тоже нужно прочитать. Мы знаем о Куликовских битвах и так далее. Но мы не все битвы прочитали. Мы не все знали. Опять-таки, видите, я невольно ухожу в исторические факты. Надо почитать историю государства российского. Я не собираюсь никого обвинять. Я не собираюсь его канонизировать. Не мое это право. И даже мысли таких у меня в голове не будет. Никогда. Как историческая личность, я не против. Пусть ставят вами. Но. Но не надо ему нимба здесь. Нет, никакого нимба там не будет. Потому что вы святые, его уже вопрос у нас стоял. Да, вопрос закрыт и не подымается. Закрыт абсолютно. А то, что как историческая личность, основатели гордо условно говорим, это не проблема. Вдруг это все как-то взбудоражило, и эту историю начали раскачивать. Вы знаете, а когда я смотрю, кто ее раскачивает, я начинаю себя убеждать еще больше в том, что он очень необходим. Вот начинаю. Потому что его раскачивают те, которые раскачивали историю. Не надо ставить памятник генералу Ермолову. Не надо ставить памятник командующему Баграмяну. Вот вы знаете, я сегодня был у митрополита, попрошу памятник Серафима Саровска. Это будет подарок 450 городу Орлову. Потом скажу, чей. Вот где митрополит скажет его установить в городе Орле, мы там его, пройдя все согласования, как положено, тоже установим в городе Орле, и постараемся это сделать в 450 лет. И я вас уверяю, опять та же самая группа лиц будет очень недовольна и этим. Скажет, и Серафим Саровский спиной кому-то не так стоит. Мобилия Орла приближается. Скажите, какой поток туристический вы ожидаете, и какие особо интересные мероприятия и личики готовы была администрация для получения просмотра туристов? Мы ожидаем, у нас уже подписаны документы, у нас будет кремлевский полк. У нас будет с кавалерийским полком кремлевским. Понимаете, такого у нас не было. У нас, значит, будет выступление воздушно-десантных войск. Несколько масштабнее, чем это было в прошлом году. Командующий ВДВ Шаманов Владимирович, наш друг, товарищ, постоянно поддерживает. У меня с ним личные хорошие дружеские отношения. И в прошлом году он нам этот подарок сделал, а в этом году мы хотим сделать его еще более таким большим. В том числе и возможности договоримся, это стрижи, витязи, чтобы тоже устроить авиационное шоу, показать мощь российской военной авиации. Нам лишний раз не всегда можно посмотреть, насколько мы мощны, насколько мы сильны. К нам приезжает большое количество знаменитостей, эстрадных певцов, артистов, художников, которые тоже будут восхвалять Орловщину, выступать для жителей Орла, Орловской области, для гостей нашего города. Будет красиво, здорово. И все-таки Орел – это город первого салюта. И будет очень красивый салют, как никогда. То есть он будет самый большой, самый мощный за свою историю, которая была до этого. Ну, в общем, мы готовимся. Поверьте, мы готовимся. Мы готовимся очень серьезно. И у нас еще вот эта подготовка, приезд, конечно, патриарха. У нас с 28-го числа начинаются, по большому счету, все торжественные мероприятия. Потому что 28-го – это очень ответственный день. И потом у нас останется совсем чуть до 5-го числа, это буквально неделя. Поэтому эта волна нас захлестнет подготовки ко всему. Ждем, конечно, по возможности и руководителей страны. Все зависит от их графика, так сказать, от их занятости. Здесь приглашение всем мы передали. Туристический поток у нас достаточно большой. Но, смотрите, только Спаска и Лутовина, вы знаете, Тургеневские места, в год 150 тысяч. Только Спаска и Лутовина. Я думаю, что с учетом этого года праздничного, это будет за около 250 тысяч, с учетом не только Спаска, а города Болхово и так далее, самого города Орла. Я думаю, что и ряд новых памятников, которые у нас появляются на территории Орла, Орловского, тоже привлекут внимание. Потому что если все-таки памятник Мостанова, Ивана Грузова, это будет первый памятник за историю государства российского на территории Российской Федерации. И первый город – это будет опять Орел, город первого салюта. Понимаете? То есть я думаю, что многим будет интересно на это посмотреть, на этот памятник. В том числе, что касается, и посмотреть на великолепный памятник Серафиму Саромского, потому что, ну, это теплота. Вот к этому памятнику, он из бронзы, к нему подходишь, а там просто теплом уже веет. Ну, в общем, нам есть что показать, на самом деле. Поэтому я думаю, что туристический поток у нас будет большой. А когда мы достроим, я надеюсь, в 2018, правда, году, самый крупный в Европе аквапарк, компания Грин его строит, то туристический поток, я думаю, у нас минимум увеличится до 1 миллиона человек, потому что только этот аквапарк будет принимать порядка 700 тысяч посетителей в год. Но это будет с проживанием и так далее. Это такой очень мощный комплекс для отдыха. Вы в этом году бывали в Беларуси с визитом, встречались с президентом. Недавно у вас была белорусская делегация. Были намечены конкретные проекты, в том числе в молочной области. На какой стадии их реализация? Есть ли новые какие-то идеи? Кстати, именно сегодня Геннадию Андреевичу Зюганому президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко вручает высокую государственную награду. У нас очень теплое отношение с Александром Григорьевичем, как у Орловского, так и в целом по партийной линии, так скажем, потому что Геннадий Андреевич всегда поддерживает Александра Григорьевича, Александр Григорьевич поддерживает Геннадия Андреевича. У меня в Беларуси, для меня тоже родная страна, родная республика, потому что у меня отец города Жодино, Белорусская ССР, начинал свой трудоводительный завод БелАЗ. Это тот самый город, где сегодня производят эти суперсовременную, самую большую технику. Я с удовольствием побывал в своей делегации. Делегации Орловской области и у Александра Григорьевича были в гостях. Мы были на его родине. Мы посетили дом, где он родился, где он жил, школу, в которой он учился, я сидел за партой, где сидел, Александр Григорьевич. И во время этого визита мы подписали определенные соглашения по ряду направлений. Машиностроительного комплекса сельского хозяйства. Значит, надо дать должное. Чем отличается Беларусь, не буду с кем с вами, просто скажу, Беларусь, чем вот ее огромный плюс? Высочайший уровень исполнительской дисциплины. Вот рукопожатие сделали, договорились, все, как написали в дорожной карте, все именно в этом направлении идет. Сегодня мы создаем совместно с белорусскими коллегами МТС по сельскому хозяйству. Нам необходимо 250 комбайнов. В этом году уже на 40 комбайнов у нас сделана заявка. Пока по 15 заявкам они выполняют свои обязательства. Думаю, что до конца года будут довыполнены полностью. Более того, мы благодаря помощи Валентины Ивановны Матвиенко и поддержке Шувалова Игоря Ивановича все-таки сумели сохранить три федеральных предприятия сельскохозяйственной направленности и не позволили их приватизировать, а получаем их в региональную собственность для того, чтобы в дальнейшем развивать именно по молочному животноводству. И вот эти три предприятия мы хотим развивать своими белорусскими коллегами, учитывая, что в этом направлении Белоруссия сегодня очень многих произошла, в том числе и страны Прибалтии. По качеству, по оборудованию, по качеству оборудования и по качеству той продукции, которая в итоге у нас получается. Поэтому вот еще один из моментов, который хотел бы сказать. Сегодня белорусы очень конкурентны на строительном рынке в Российской Федерации, вот в этих, так скажем, кризисных условиях. Конкурентны в чем? Стоимость одного квадратного метра построенного жилья с отделкой сегодня конкурентна. Даже в Орловской области цена примерно укладывается вместе с ними под отделку, где-то 26-28 тысяч квадратный метр. Не каждая российская компания способна за эти деньги строить дома многоэтажные с отделкой и выходить на рынок. Белорусы себе это позволить могут. У них нет такой гонки за маржинальность, оно у них несколько скромнее. Соответственно, в рынке они очень конкурентны и побеждают. Уверен, что ту программу, которую мы спланировали по развитию города Орла, у нас примерно нужно, по сути, в Орле 520-550 тысяч квадратных метров, на площади 53 гектара земли. Мы, скорее всего, этот проект будем реализовывать именно с белорусской стороной, учитывая их технологии. Знаете, для нас это подспорье, потому что мы не все будем завозить с Беларуси, какую-то часть для строительства с Беларусью, но какую-то часть это позволит нам локализовать некоторые производства по ряду строительных материалов, чтобы можно было применять во время стройки. Беларусы на это согласны, поэтому, честно подчеркиваю, с Беларусью у нас очень хорошие, теплые отношения, очень деловые, качественные, такие продуктивные, с большой перспективой. Это Абусская искра. У меня вопрос, что у вас по поводу Троицкой церкви. Эта церковь является памятником федерального значения, и в течение нескольких лет, в рамках, опять же, программы, готовности к юбилею города, там проводились реставрационные и ремонтные работы. Ну, я напомню, что в этом праве, в пределе храма, находится уступальность в городе Могова, и это действительно достопримечательность нашего города, которая привлекает множество туристов. Тем не менее, из документов, что ремонт выполнен качественным, я знаю, что группа, Владимир Владимирович, обращаясь с прихожанами, с просьбой разобраться в этой ситуации, которая познает все-таки на какой стадии и что у этих документов. Я вам до этого вступительном слове сказал, есть владыка, есть митрополит, люди придут, будет необходимость к нам обратиться по мере возможности, мы тоже будем заниматься и этим объектом. Сегодня есть те объекты, которые мы, я вам рассказывал про Вятский, просто то, что мы строим, храм Благовещнее, потом Смоленский собор, потом Волхи у нас. Вообще объектов, которые относятся к нашей митрополии, их достаточно много, которые требуют сегодня к себе внимания. Требуют. Ну, поймите, все укладывается аппаратные финансы. Если владыка скажет, что надо заниматься еще этим объектом, будем искать возможность заниматься и этим объектом. Мне очень нравится, что это вопрос для Орловской инстрии, чисто коммунистическая газета, то есть вот мне нравится, чтобы доказать того, что в Компартии фактически нет неверующих людей. Вот помимо строительства храмов, к юбилейной дате города, какие-то крупные экономические проекты, вы можете отметить, которые реализуются сейчас на территории и самого города, и в области Орловской. Это знак, который может привести как вот к этой михе, чтобы мы сделали то-то, то-то. Начнем по сельскому хозяйству. Самое крупное поголовье крупного рогатого скота появилось в Орловской области за два года. Поголовье 80 тысяч. СГЦ Знаменская. Объем инвестиций более 15 миллиардов рублей. Самое крупное в Европе. Маточное по свинине. Второй в Российской Федерации крупной центр. Первая крупная компания в Орловской области. Ценский завод цветных металлов. На пуск и наладка идет. На прошлой неделе мы заложили 100-тысячный элеватор. Это МИБанк. Орел агропродукт. Компания. Мы достроили единственную в Российской Федерации станцию обезжелезывания воды. Лучшую в Российской Федерации. Единственную. Такой подобной нет. Из белорусского оборудования. Чистейшая вода. Мы достроили более 30 объектов в рамках подготовки к 450-летию города. Но и ряд-ряд других направлений, которые сегодня у нас происходят. Компания Керама Марац. До этого занимала 30% по производству керамической плитки. Сегодня увеличивает объем своих площадок и продукции, вкладывая еще дополнительно 2,5 миллиарда рублей. У нас регион развивается. У нас все живет. И самое главное. Понимаете, что в сегодняшней ситуации кто-то, конечно, может говорить, мы построили такой завод, такую фабрику. Я за них очень рад. И можно есть чему завидовать, есть чему стремиться. Сегодня задача, в сегодняшней ситуации, в сегодняшней экономике сохранить то, что есть. Вот просто сохранить темпы. Потому что угрозы остановки предприятий, они на самом деле присутствуют, существуют. Они есть. У нас ворота, двери открыты для всех, кто приходит на Орловщину с добрыми намерями. Создают рабочие места, платят налоги. Ради Бога, они пришли на ту территорию, которая с удовольствием их примет. Это касается всех. Мы открыли эти ворота, мы открыли эти двери. И благодаря этому сегодня находимся на 13-м месте в Российской Федерации по инвестиционной привлекательности. Максимально минимизировав все бюрократические барьеры. Максимально. С 54-го за 2 года на 13-е. Об этом сказал президент на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Поверьте, это работа. Это не просто так. Эту оценку не мы даем. Эту оценку дают нам. Озвучит ее президент. Но только в этом году, я считаю, это достижение. Орловской области только в городе Орле максимально всегда тратилось деньги на дорожное хозяйство чуть больше 70 миллионов рублей. В этом году больше миллиарда. А за 2 года, за 2 года в Орловской области деньги пришли только на дорожное строительство более 6 миллиардов рублей. Это за 2 года. Поэтому нам есть что показать. Вы подъезжаете, приезжаете в Орел, вы увидите в такую часть Европы и почти полную копию Беларуси по федеральным трассам и внутри городским трассам. Вы увидите в Орловской области.